В Гонку года я лично считаю Бахрейн по двум причинам. Первая причина, мы впервые увидели Бахрейн ночным и выглядит он действительно круто. Это интересно, мне нравится, что Формула-1 не пытается завоевать новые территории, не пытается поставить флажок на новую какую-то страну на карте, а он параллельно добавляет изюминки в то, что есть. Безусловно, это было очень достойно, очень круто. Ночные гонки все-таки есть в этом какой-то, не знаю, элемент. Ну картинка, картинка створяет выражение от гонки. Сингапур очень рідко бывает цикавой гонкой, но он никогда не потрапляет в рейтинги наиболее не цикавых гонок сезона. Ну там из-за сейфти каров, мы все прекрасно понимаем. Но тем не менее. Вторая причина, по которой Бахрейн стал для меня лучшей гонкой, это конечно же та борьба, которую устроили на трассе Льюис Хэмилтон и Ника Росберг. Это была, наверное, основополагающая гонка этого сезона. Я уже выражал эту мысль, что огромный поклон команде Mercedes за то, что она, будучи неопытной в таких вопросах, умудрилась сохранить фантастическое хладнокровие и паритет между двумя гонщиками, которые борются за чемпионский титул. И, собственно, начало вот этой вот борьбы мы начали в Бахрейне. И я по-прежнему считаю, что в Бахрейне она и вот по концу сезона, она и осталась самой яркой борьбой. Потому что то, что делали они, я не знаю, там Тота Вольф, наверное, после этого красит волосы, потому что, мне кажется, он седой стал. Но огромное спасибо команде за то, что они позволили бороться тогда гонщикам. Ну, я не знаю, это вот действительно была такая изюминка на торте, который еще не был готов, потому что все-таки это было начало чемпионата только. Но все равно выглядело все очень круто, очень достойно и в духе настоящей Формулы-1, настоящих гонок и настоящего чемпионского соперничества. У меня были три гонки на выбор, яка стала лучшей в сезоні – Угорщина, Канада и Бахрейн. И все же зупинив свой выбор именно на Бахрейне. Для меня он тоже номер один. И в первую очередь, благодаря тому, что началось у противостояния Льюиса и Ника. Это, по суті, гонка, яка задала тон усьому сезону. Вона показала, каким цей сезон будет, и в чому перевага Льюиса Хеймлтона над Ника Розбергом. Розберг кращий в квалификациях, но в гонках майстерность обороны, майстерность бородьбы колеса в колесу у Льюиса выше. И саме тут, в Бахрейне, мы увидели первые ходи не совсем стандартных гонщиков. Они не были дозволенными у этой бородьбы, когда Льюис первым начал использовать больше потуженности для обороны, что не было дозволено в какой-то момент Ника Розбергу, он про это узнався. Потом была история с Испанией, потом Монако, и пошел уже снежный... Мы потрапили просто в лавину цего сезона после Бахрейна. И для меня Бахрейн был интереснее, потому что не только бородьба за перемогу была интереснее, у нас была бородьба за подиум, за 4-5 место. В принципе, вся топ-10 была настолько щельной, что мы не знали, кто будет на какой позиции на финише. И подиум Сергея Переса на Форсинді, единый в этом сезоне, подтверждает, что в этой бородьбе была даже доля несподиманки. Бахрейн, который был очень давно, он первый на думку спадает, когда думаешь про гонку сезона. Витископ. Спортивное видео.